Добрый вечер! В эфире Вести Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Как и когда можно получить единовременные выплаты на детей, введенных в связи с пандемией, об этом рассказали на брифинге в Пенсионном фонде. Как сделать Карачаево-Черкесию еще более привлекательной? Участники Республиканского образовательно-делового форума выработали тезисы. Очередной открытый чемпионат по рыбной ловле прошел в Приозерном. Какая команда стала победителем в нелегком конкурсе в репортаже Вестей? Познакомьтесь, Карачаево-Черкесия на этот раз. В объективе камеры сказочный лес и любопытные факты Ганачхирского ущелья. Сегодня в отделении Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии прошел брифинг, на котором журналистам рассказали о проведенных единовременных выплатах, введенных в связи с пандемией. Участниками этой беспрецедентной программы в Республике стали более 16 тысяч семей. Они получили три вида выплат. Один из них – выплата на каждого ребенка от 3 до 16 лет в два этапа средств в размере 20 тысяч рублей. Абсолютное большинство семей в Республике уже воспользовались этими мерами господдержки. Однако немало и тех, кто по каким-либо причинам еще не оформил соответствующее заявление. Сразу несколько пособий на несовершеннолетних детей смогут получить семьи, имеющие на это право и которые ранее не успели подать заявление на выплаты. Заявления принимаются до 30 сентября включительно. Подать их можно через портал Госуслуг или по предварительной записи в отделениях Пенсионного фонда. В рамках реализации 249 указа президента территориальными органами Пенсионного фонда осуществляется активная информационно-разъяснительная работа. На сегодняшний день основная масса людей уже обратились с заявлениями, они рассмотрены и осуществлены выплаты в установленные сроки. Дополнительно территориальными органами Пенсионного фонда проводятся индивидуальные разъяснительные мероприятия. В частности, проводятся беседы по телефонной связи, информируются граждане о своих правах и о сроках обращения. Полагаем, что в установленные сроки граждане дополнительно обратятся, кто изъявит желание получить эти выплаты. Существуют нормативные материалы, которые определяют сроки, которые определяют право этих граждан. Если в установленные сроки население не обратилось и не воспользовалось своим правом, соответственно, оно уже свое действие теряет, эта норма. Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Александр Мирниченко посетил объект, который проходит реконструкцию под новое здание МВД. Руководитель осмотрел будущие рабочие кабинеты, спортивные комплексы, конференц-зал. Заслушал отчет председателя подрядной организации и оценил результаты строительных работ. По итогам инспектирования Александр Николаевич дал ряд указаний, обозначил сроки и условия контроля их исполнения. Новое административное здание расположено в северной части Черкесии в районе бывшего химзавода. Сдача в эксплуатацию объекта запланирована на конец 2020 года. Вопросы развития творческой и туристической привлекательности Карачаево-Черкесии обсудили участники семинара, организованного в содействии Минкульта и Минтурмола Республики, об основных тезисах образовательного делового форума материаля Ахмата Халкечева. К участию в работе семинара специалисты от обоих министерств республиканского правительства привлекли наиболее активных представителей туру индустрии, учреждений культуры и творческих объединений региона. Карачаево-Черкесия уже давно зарекомендовала себя как регион с весьма высоким потенциалом в плане экологического, бальнеологического и горноложного туризма. Но у нашей республики еще есть огромный и нераскрытый в полной мере потенциал и в направлении историко-культурного, этнографического и гастрономического туризма. По задумке организаторов, как раз на поиск новых предложений в этих вышеперечисленных направлениях и нацелена работа семинара. Я считаю, что, как всегда это бывает, искра, она зарождает пламя и горит костер. Вот чтобы в нашей работе с огоньком мы работали, нам нужна искра. Я для себя всю жизнь искра видел примеры других людей, которые делали что-то очень хорошо. Я думаю, у вас тоже такой подход. И вот для того, чтобы так получилось, я пригласил при поддержке Министерства туризма, молодежной политики Карачаево-Черкесии. Нам удалось здесь коротенький визит организовать коллег из Москвы. Здесь представлены у нас госкорпорации, которые занимаются развитием страны на высшем уровне. Сразу после краткого вступительного спича эксперт по развитию въездного туризма Российского экспортного центра Дарья Шамрай предложила продолжить работу в формате живого диалога. Для большей продуктивности семинара необходимо активные обсуждения на сущных вопросах и задач, отметила она. Как вы, наверное, сами понимаете, для того, чтобы работать и принимать, например, туристов из Индии и туристов, например, из Арабских Эмиратов, это как минимум немножко и разный язык, на котором вы с ними разговариваете, и разное предложение, которого они ждут от своего путешествия. И вот мы последние полтора года с компанией из пяти регионов, это были Татарстан, Карелия, Нижний Новгород, Ярославль и Калининград, мы с турбизнесом каждого из этих регионов, собственно, искали тот путь, каким образом можно сохранить себя и свою идентичность, но при этом быть востребованными и интересными для иностранных туристов. На правах главного организатора, исполняющий обязанности министра культуры Карачаева Черкесии, Зурат Агербов, отметил необходимость консолидации всех сил и ресурсов в реализации инициатив, способных оказать положительный эффект в повышении туристической привлекательности региона. Ахмад Халкечев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева Черкесия. Вести из оперативного штаба на сегодня в Карачаево Черкесии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всеобщее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4860, из них 4294 выздоровели, госпитализированы 105 человек. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево Черкесии небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью возможны порывы ветра до 14. Температура воздуха ночью плюс 8-13 градусов, днем 27-32. Ночью в горах местами от 2 до 7 тепла, днем в горах 18-23 градуса. В Черкесии небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Ночью ожидается плюс 11, плюс 13 градусов, днем потеплеет до плюс 32. Продолжаем выпуск. В Карачаево Черкесии группа инициативных жителей запустила акцию «Чистый Домбай». Этот курорт привлекает туристов из разных уголков России и даже зарубежья. Но не всегда приезжающие местные жители серьезно относятся к чистоте и сохранению экологии Домбая. Принять участие в акции «Чистый Домбай» и внести свой посильный вклад может любой желающий. Инициаторы проекта говорят, что все собранные средства будут направлены на поддержку экологии курортного поселка. Подобные мероприятия проводятся уже пятый год. Месяц назад по инициативе молодых людей в Домбай состоялась акция по очистке территории поселка от мусора и загрязнений после зимнего сезона. В дальнейшем также планируют продолжить заниматься благоустройством территории, известного на всю страну курорта. Ловись рыбка большая и маленькая. Рыбалка летом может стать не только одним из видов отдыха, но и увлекательным спортивным состязанием. Открытый чемпионат по рыбной ловле прошел в Прикубанском районе. Подробности у Али Баташева. На таких соревнованиях нет спортивных арен и криков болельщиков. Окружающую тишину нарушают лишь ветер, всплески волн и радость от улова. Пока я его чувствую. Фотографируй быстрее. Открытый чемпионат по рыболовному спорту в дисциплине ловля донной удочкой собрал 20 участников из Карачево-Черкесии, Чеченской республики, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского края. Два тура соревнований прошли в один день. Несколько раз шел дождь, но это не остановило участников. Спортсмены ловили ножевые приманки. Разрешалось использовать прикорм. В зачет шло не количество рыбок, как в спиннинге часто бывает, а общий вес. Поэтому, когда у меня спрашивают, а какую самую крупную рыбу поймали спортсмены? Да никакую. Задача спортсменов была поймать большее количество рыбы по весу, а не одну большую. Поэтому они стремятся поймать маленьких рыбешек, но много. Тем самым опережая соперников. Для спортсменов каждая выловленная рыба – шаг к победе. Водоем по мне нормальный. Рыба клюет. Минус холодный ветер. А так все отлично, все замечательно. Поплевки есть, рыба есть. Все нормально. Все по плану. По итогам чемпионата среди команд лучшей признана КМВ «Фишерс Клуб» из Ставропольского края. На втором месте «Голдфиш» из Черкеска. На третьем команда из Чеченской республики. Победителем в личном зачете стал спортсмен из Северной Осетии Олег Абаев. Второе место завоевал Александр Моторный из Невиномыска. На третьем наш земляк из Черкеска Евгений Третьяков. Кроме традиционных кубков, медалей и дипломов победителей ждали ценные призы от магазинов. Рыбачок черкесской и поклевка армавира. Али Баташев, Сергей Бугаев, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева-Черкесия. Прикубанский район. Побывать в тундре, не выезжая из Карачаева-Черкесии, чтобы узнать, насколько это реально. И, конечно, показать вам этот сказочный лес. И рассказать любопытные факты, связанные с этой местностью. Съемочная группа «Вести» отправилась в путь. Все подробности в репортаже Алла Динаевой. Вот и солнышко заглянуло в этот тенистый сказочный лес, где царит папа-родник. В Гуначхирском ущелье есть загадочное место, где остаточное формирование горного рельефа образовали интересный ландшафт. В связи с последними сильными землетрясениями, особенно известные землетрясения 1802 года. Но эти камни, конечно, сверху обвалились гораздо раньше, примерно в середине 15 века. И сорвавшись вниз, эти огромные камни формировали своеобразные лабиринты. А климат здесь напоминает тундру и связан на это с особенностями этой местности. Впереди по солнцу у нас гора Буульген закрывает лучи солнца вот в это место. Особенно в зимнее время сюда даже лучик не попадает. Прямой луч не попадает. То есть зенит солнца настолько низок, что гора перекрывает. Из-за сырости, недостаточного количества солнца и наличия рядом реки образовалась здесь растительность, характерная для тундры. И можно увидеть в этом лесу мох норвежский, еловидный и обыкновенный. Ступаешь по земле, ощущение, как идешь по мягкому ковру. А образовался он из густой растительности. Еще одна интересная особенность здесь. Чувствуется какой-то странный и непонятный холодок. Прохладно, да? А здесь прохладнее. Туда дальше прохладнее, прохладнее. Опять-таки разломы вещей мерзоты здесь недалеко под нами. Часть дороги по лабиринту мы уже прошли, но чтобы преодолеть весь этот путь, местами надо идти через сквозные пещеры. На улице жарко, здесь очень даже прохладно, свежо. А чтобы подняться, тут, видите, уже нужно держаться замок, чтобы не остаться там. Какое-то царство волшебное дали. Наблюдая этот необыкновенный ландшафт, различные растения, мы продолжаем свой путь. Ведь интересно и любопытно пройти его до конца. И вот впереди еще одна пещера. Она просторнее предыдущей. Еще с советских времен Альбек Аджиев работал в бюро путешествий и экскурсии. И оказывается, раньше туристы, идущие по 43-му маршруту через горы к морю, останавливались здесь на ночлег. Дали, как на перине, плюс спальники сверху. Комфорт? Да, уже такая романтика была. По пути в лесу нам встречались грибы, маховик, а вот и лисички. Далее направляемся за нашим гином Альбеком Аджиевым, жителем Сибирды. Без него здесь легко заблудиться. Вы местные называете это место? Я называю из-за сказочности Берендеевка. Наше небольшое путешествие в сказочный лес длилось не более 15 минут. Но впечатления останутся надолго. Аладинаев Алибастанов. Вести. Крачево-Черкесия. Гуночхирское ущелье. Это все вести. Прямо сейчас смотрите первые серии фильма «Сердце матери». Редактор субтитров А.Семкин